Сотрудники Петербургского митрополитена пожаловались на принуждение голосовать по поправкам в Конституцию. Вот говорят, видите, как народ и желает, всякие Левада, Центр, ВЦИОМ, народ просто ноги сбил, хочет уже бежать и бежит уже издалека голосовать за эти поправки, а оказывается всех принуждают, надо же. Путин, значит, будет выступать по поводу поправок 24-го, какие-то источники это слили, ну посмотрим, будет выступать, не будет, но интересно просто, что он там расскажет по поводу поправок. Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках, но это мы сегодня говорили уже об этом, да, причем программа называется Россия, Кремль, Путин, какой Кремль, в Кремле нет Путина. Его там нет и никогда не был, так что куда они там дозваниваются. Насчет Кремля, кстати, может быть, вот мы говорим про то, что питерский трибунал, но надо проголосовать, может быть, в Кремлевский сделал трибунал, а то Путин никогда в Кремле не был, он очень сильно Кремля боится, может быть, и его в Кремль как раз на трибунал-то и притащить, очень хорошее там здание и все для того, чтобы проводить трибунал, там и дворец съездов есть очень хорошее, помещение светлое, красивое, много людей можно привезти туда. Ну и соответствующий реквизит, там царь колокол, царь пушка, потом будет там какой-нибудь кол, да, рядом еще стоять, царь кол будет кол, царь колокол, а рядом царь кол, тоже, в общем-то, ничего. Так, Путин заявил об успехе мер по гособоронзаказу, то есть вот замечательно ему вот этот Чиханчихин Юрий, который Росфинн мониторингом командует, да, который меня внес как раз в список террористов, он еще и баблом занимается и говорит, слушайте очень внимательно, мы значительно сократили сомнительные операции, падение на 35-37 процентов, а по ряду направлений в три раза, уже фирмы однодневки практически не приходят туда, нет уже таких фактов, когда банки отказываются от проведения операции исполнительным по гособоронзаказу и прочее, прочее. То есть, иным словом, перевожу, это он докладывает Путину, перевожу на путинский язык, он говорит, Владимир Владимирович, теперь ворует только ваше кодло и вы лично, и никого лишнего там нет в этих оборонзаказах, только вы. Вот что он ему говорит, понимаете? Продолжение следует...